Система мониторинга Пульт и платформа управления гибридным облаком под названием NIMPLUS. Система мониторинга Пульт и платформа управления гибридным облаком под названием NIMPLUS. Система мониторинга Пульт и платформа управления гибридным облаком под названием NIMPLUS. Система мониторинга Пульт и платформа управления гибридным облаком под названием NIMPLUS. Система мониторинга Пульт и платформа управления гибридным облаком под названием NIMPLUS. Система мониторинга Пульт и платформа управления гибридным облаком под названием NIMPLUS. Система мониторинга Пульт и платформа управления гибридным облаком под названием NIMPLUS. Мониторинга Пульт и платформа управления гибридным облаком под названием NIMPLUS. На тот момент поддержка отечественных продуктов не стояла, но я добавил ее сейчас, потому что это важно в требовании платформы. К банку я вернусь чуть позже, но вот на основании той задачи мы создали на базе Managed IQ свою платформу, которую назвали NIMPLUS. Если кому интересно, спросите меня потом, что это значит. Платформа на сейчас, на момент, на текущий момент зрелая. Мы выпустили очередной мажорный релиз. Платформу мы внесли в реестр отечественного ПО год назад. И что она умеет сейчас? Как я уже говорил, она умеет управлять как локальными, так и внешними облаками. Сейчас реализована возможность управлять облаком в Selectel и в Яндекс.Клауде. Работаем над интеграциями с другими российскими облачными провайдерами. Система умеет нами написанной интеграции к многим инфраструктурным объектам. Они тут частично перечислены. Что важно, мы поддерживаем российские операционные системы в среде контейнеризации и виртуализации. Это в части управления. Система имеет много готовых шаблонов для автоматизации и развертывания ресурсов. И, опять же, что важно, умеет автоматизировать процессы согласования внутренних задач IT. Система имеет ролевую модель и позволяет задавать ограничения, где будут размещены эти ресурсы, и назначать на них квоты. Система умеет показывать, сколько, какой ресурс стоит, и предоставлять отчеты по факту потребления таких ресурсов. Ну и, наконец, все это сведено в удобный интерфейс, на котором представлен функционал создания и отслеживания заявок на получение IT-ресурсов. Немножечко архитектуру. Как я уже говорил, есть инфраструктурные объекты. Вот их тут много. Соответственно, облака, виртуализация, СХД, СРК и так далее. Обратите внимание, что представлены и отечественные платформы. Соответственно, нами написана интеграция с этими объектами. Причем объекты были и Legacy в том числе, соответственно, мы умеем тоже с ними интегрироваться. Из этих объектов мы делаем что-то как сервис, там EAS или SAS, и выводим это в качестве услуги на портал самообслуживания. Добавляя туда ролевую модель, инструменты управления и билинг с отчетностью. Как мы видим своих заказчиков? Прежде всего, это разработчики. Я с этого начал. Соответственно, разработчики должны писать код. Соответственно, на портале они могут заказывать для себя услуги, среды разработки быстро. Дальше мы видим в качестве своих заказчиков подразделения внутри компании или филиалы, которые потребляют ресурсы внутреннего IT-департамента. Ну и, наконец, сам этот департамент, потому что платформа позволяет ему понимать внешние требования к инфраструктуре, их реализовывать. Ну и, наконец, сайзить ее, ну, то есть делать все максимально для того, чтобы те, кто пользуются платформой, были довольны. Вернемся к истории с банком. Мы провели там какое-то время, и когда в банке появилась платформа, выделение сервиса стало занимать десятки минут вместо дней и недели. Соответственно, у истории, у нашей, хэппи-энд, разработчики получили все, что хотели и сдали приложение вовремя. Еще раз, почему мы говорим о себе? Ну, мое выступление немного маркетинговое, но это потому, что мы гордимся тем, что мы сделали. Мы считаем, что мы уникальны на рынке. Вот я написал, что мы там заменяем V-Realize или Hybrid Cloud Management HP-шный. И за каждым моим маркетинговым словом стоит работа команды технических людей, которые сделали это возможно. Если интересно, что как реализовано, спрашивайте, отвечу. Итак, почему мы? Первое, мы не OpenStack. Это означает, что вам не нужно выбрасывать то, что у вас есть в инфраструктуре. Мы не ограничены шаблонами. Система очень гибкая и можно автоматизировать все, вот буквально все, что шевелится. В том числе, я подчеркиваю, процессы управления IT-услугами. Продукт разработан в РФ и поддерживает другие продукты российской операционной системы виртуализации и контейнеризации. Ну и, наконец, мы Vendor. Мы имеем стратегию развития продукта, дорожную карту. Продукт поддерживается, ну, как у любого вендора, с понятным SLI. На этом я выступление заканчиваю. Сосредоточьтесь на главном, остальное сделает платформа Nimbus. Мои контакты ниже. Можно написать, спросить, взять систему, потестировать или запланировать с нами встречу. Спасибо. Саш, спасибо. Так, меня слышно. Давай тогда я попробую включить звук и продолжить. Ну что ж, в продолжение сказанного Александром. Меня зовут Дмитрий Унсила. Я являюсь руководителем направления разработки системы мониторинга IT-инфраструктуры Пульт. Это второй наш продукт в линейке. Соответственно, тоже у нас, к сожалению, не очень большой формат мероприятия. Поэтому пройдемся тезисно и посмотрим на основную концепцию. Вообще, для кого это решение, для чего и что оно из себя представляет. Значит, давайте начнем с самого начала. Система мониторинга Пульт. Создана на базе открытой плароглавной платформы SABIX. И попытаемся понять, с чего вообще эта система родилась, для кого она и зачем. Смотрите, я в том числе и команда наша, которая занимается разработкой системы, по сути своей занимались последние 10 лет, кто-то больше, кто-то меньше, разработкой, внедрением все, что связано с мониторингом. То есть такая хорошая инфраструктурная команда, которая внедряла системы. И по опыту могу сказать, что в большинстве случаев, если люди используют мониторинг у себя, если он не какой-то платный, то есть если он построен на бесплатных платформах, то это SABIX. Это одна из популярных на текущий момент платформ. Все с ней знакомы, все ей пользуются. Это в целом себя зарекомендовало, как такой флагман на текущий момент. И что же произошло в последних, скажем так, реалиях? То есть сейчас есть трек по импортозамещению в компаниях, и люди вынуждены отказываться даже от не то, что там иностранных систем, а даже от open-source систем. И для многих компаний это стало болью, и они стали задаваться вопросом, что нам делать с той системой, которую мы уже построили, она нас устраивает. Мы делали ее последние 10 лет, и вот сейчас нам нужно что-то менять. И это, честно говоря, был шок для нас в том числе. И мы для себя поняли, что надо с этим что-то делать. И здесь что-то менять не всегда является лучшим решением. Поэтому мы решили, скажем так, пойти в эту историю и создать собственный продукт, который является, по сути дела, то есть он строится на Zabix. Давайте перейдем на другой слайд. Но в то же время бы являлся отечественной системой и находился в реестре российского ПО. Забегая вперед, скажу, что мы это сделали. То есть мы разработали, скажем так, систему, которая сейчас на данный момент уже входит в реестр отечественного ПО. Но забегая вперед, хочется развеять такие мифы, которые могут в нашу сторону полететь, что поменяли шильдик у Zabix, и вот, грубо говоря, теперь это то же самое, только с помененной иконкой. Здесь, наверное, хочется сказать, что мы не хотели идти в эту историю и, естественно, хотели привнести в систему что-то новое. Давайте так быстренько на два блока разделим. То есть у нас есть некие технические какие-то вещи и нетехнические. То есть давайте начнем с технических. Вот они сейчас выделены синим цветом. Это высокая производительность и улучшенность отчетности. О чем здесь речь? Здесь речь идет о том, что в процессе внедрения системы мониторинга мы накопили большой опыт, скажем так, и знаем те грабли, на которые мы наступали в процессе поддержки этой системы Zabix и ее эксплуатации. И здесь хочется сказать, что система действительно работает отлично, но у нее есть, скажем так, тонкое такое узкое горлышко, нюанс один, что на больших инсталляциях система имеет, скажем так, просадки, проблемы с производительностью. И здесь решают и кто как может. Кто-то наращивает мощности, пытается, не знаю, кучу проксей поставить, если кто-то понимает терминологию Zabix. Но, опять же, узким горлышком всегда являлась база данных, и нам хотелось понять, что же мы с этим можем сделать. И здесь, забегая вперед, скажу, что мы провели исследование, сравнили альтернативные базы данных, которые ранее не поддерживали Zabix из коробки. И в этом, скажем так, в этом тестировании мы сравнивали Elasticsearch, Clickhouse, Progress с поддержкой Timescale DTB. Мы для себя сделали хорошее открытие, что Clickhouse показывает, скажем так, лучшие показания по рядом направлений. Вот они сейчас выделены на экраны, я не буду их там зачитывать, если что, с презентацией можно потом ознакомиться. В общем, подключив встроенную поддержку Clickhouse, мы для себя, скажем так, поняли, что вот это узкое горлышко с производительностью для нас больше не проблема, и мы, в принципе, можем спокойно идти в интерпрайз инсталляции, в которых, в принципе, нет ограничений. Дальше давайте пойдем, не будем здесь долго задерживаться. Улучшена отчетность. О чем здесь речь? Опять же, тот, кто работал с Zabix, знает, что в Zabix отчетности нету, ну, в принципе, от слова «как вообще». Почему так сделано? Наверное, можно долго рассуждать. Может быть, это какой-то там действительно задумка Zabix для того, чтобы к ним обращались за какой-то разработкой или же там еще что-то. Неважно абсолютно. То есть отчетности нету. Мы хотели для себя это как бы, опять же, изменить эту ситуацию. То есть разработали модуль отчетности, в котором теперь у нас есть, мы, во-первых, встраиваем те отчеты, разрабатываем, которые нам интересны по проектам, из нашего опыта накопившегося. Плюс собираем обратную связь у заказчиков, в которых мы устанавливаем сейчас систему, понимаем, какие они испытывают потребности отчетов. Опять же, не собираемся здесь останавливаться и дальше развивать эту тему. Возможно, уходить в какую-то не просто систему отчетности, а какую-то более аналитику. Но здесь, наверное, не будем. Сделаем потом об этом рассказ. То есть, да, понимаем, что еще один функционал, который фактически дополняет уже имеющуюся отличную систему, это модуль отчетности. Классно пользуемся, разрабатываем дальше. Далее. Далее у нас пойдут немножко прям коротко о нефункциональных требованиях. И здесь хочется сказать, что Zabbix – это open source, и вопрос безопасности не может стоять в стороне. Здесь хочется отметить, что в нашей системе мы уделили этому внимание, и у нас есть возможность, скажем так, сейчас проводить анализ исходного кода на уязвимости, и мы это делаем и планируем дальше делать в каждом релизе. Те, кто планирует пользоваться нашей системой, могут быть в некотором плане спокойны, либо знать о каких-то уязвимостях, знать, что нет каких-то закладок и так далее. То есть, это хорошая история. Далее. Это репозиторий шаблонов мониторинга. Здесь идет речь к тому, что каждый, кто хоть раз настраивал систему мониторинга, знает, что поставить и установить систему – это 5 минут, а вот настроить ее можно этим заниматься годами, и, в принципе, такая операционная деятельность. Учитывая сейчас текущую тенденцию по замене всяких различных оборудований на какие-то аналоги разных других стран, которые раньше, например, особо не использовались, встает вопрос, а как это все дело мониторить. И здесь мы тоже с этим столкнулись. Мы разрабатываем эти шаблоны, те шаблоны, которые мы по нестандартному оборудованию разработали, какие-то уникальные, из того, что даже уже являются какими-то стандартными шаблонами, у нас тоже есть наработки. Мы этим, как в качестве репозитория, делимся с людьми, которые планируют пользоваться нашу систему. Ну и в заключение хочется сказать, что все-таки Zabbix – это, опять же, не стоит забывать open source. Раньше на территории России он оказывал техническую поддержку, которую сейчас, к сожалению, нет. И многие, опять же, компании остались вот как бы сами с собой, а не привыкли там, когда у них возникает какие-то проблемы, обращаться за помощью, скажем так, к вендору. Здесь мы, со своей стороны, опять же, имея большой опыт и как в работе в техподдержке самого решения Zabbix, и внедрения, и разработки, то есть мы гарантируем качественную техническую поддержку, а также сопровождение, ну, скажем так, в будущем. Вот. У нас время мало, в принципе, вот, наверное, на этом все. Опять же, коротко, там, чуть-чуть, если говорить про маркетингу, если нужна помощь в мониторинге, там, не только в пульте, еще в каком-то обращайтесь, можем помочь с обследованием, аудитом, ну, и расскажем, может быть, поподробнее про нашу систему, дадим демо. Все? Дмитрий, Александр, спасибо большое. Да, Александр, там как раз-таки вопросов много, Александр на часть отвечает уже письменно. Дмитрий, давайте тогда с вами сразу продолжим, то есть вопросы, которые уже больше к вам поступали. Как лицензируется пульт? Вопросы от Дмитрия. Да, я понял. Смотрите, хороший вопрос. Мы этот вопрос там для себя пытались, скажем так, подойти к нему ответственно. Значит, смотрите, сразу, сбегая вперед, хочу сказать, что мы с Zabix по этому вопросу взаимодействовали, да, то есть мы тут ни от кого не бегаем, они знают о нашем существовании, в целом, как бы, даже, скажем так, рады, что мы продолжаем заниматься в России, скажем так, развитием продукта Zabix, его популяризации. С точки зрения лицензирования, значит, смотрите, мы здесь имеем возможности разные, да, там истории, скажем так, делать, приходите, мы про них расскажем, но в целом, как и Zabix, да, то есть они строили свою позицию от технической поддержки, да, то есть, в принципе, продукт как бы там бесплатный, а вот техническая поддержка этого продукта, она, естественно, в зависимости от уровней может быть там разной, от этого тоже формируется цена. Да, поэтому, опять же, если там есть какие-то сложности с покупкой технической поддержки, если там нету на балансе какого-то ПО, это там вопросы бухгалтерии, нюансы юридические, здесь тоже как бы есть тонкости и нюансы, поэтому, ну, давайте так, здесь у нас все-таки вопрос технический, то есть вопрос лицензии у нас проработан, прощайтесь, мы вам подробнее расскажем. Смотрите, Дмитрий, реализована ли функциональность онлайн-вентрины, отражающие здоровье комплекса отслеживания ПО? Смотрите, по поводу визуализации, по поводу, мы все хорошо знаем, что сейчас есть такое решение графана, которое по факту является, ну, таким стандартом по визуализации данных там мониторинга, это там не только, опять же, позволяющая там получать данные из Абекса, из пульта, из каких-то других систем мониторинга. Переделывать эту историю мы пока не стали, потому как, ну, действительно, это как бы флагман, и там все им пользуются, поэтому пошли в историю с отчетностью, потому что здесь, ну, как бы, какой-то системы готовой нету, там, и здесь вот именно вот это была просадка. Но по улучшению визуализации, скажем так, мы тоже думаем в следующем родмапах что-то добавлять. Но, опять же, забегая вперед, нужно понимать, что мы не планируем, да, там, делать какую-то функциональность, которую, там, мы знаем, что Zabbix делает, там, не знаю, в ближайших релизах. Это не нужно. То есть здесь мы не хотим делать что-то, чтобы там совсем через месяц появиться, да, поэтому здесь нам приходится это учитывать. Имейте в виду. Дмитрий, а смотрите, вот, если так более глобально, почему был выбран именно Zabbix? Есть ли там какое-то сравнение, подтверждающее выбор, ну, с которым можно ознакомиться, может, почему именно вот? Смотрите, я попытался этому ответить именно в самом начале, да, у всего есть, ну, понятная причина. И здесь все очень просто. Было, были много запросов, да, вот именно от заказчиков, что у них Zabbix, и им нужно что-то с этим делать, куда-то переходить. Да, мы в курсе, что есть там, я сам лично с этим работал, другие интересные там системы мониторинга open-source, на там, про Meteos, если мы говорим про там какие-то другие вещи. И здесь, возможно, тоже было бы там круто пойти в эту тему, но мы начали с этого, скажем так. Ну, то есть основная идея, в принципе, запросы заказчиков, правильно? То есть были? Ну, да, мы же все понимаем прекрасно, что ничего не может существовать, если, как говорится, это не будет востребовано, да, и там не будет спроса и предложения. Все-таки мы живем в каком мире, да, то есть мы тут благотворительностью, скажем так, тоже не занимаемся. То есть нам интересно развивать это с точки зрения, потому что мы любим мониторинг, вот я лично, например, да, но, естественно, нам нужны какие-то инвестиции, да, и, соответственно, они появятся, когда появляется спрос, а спрос есть на этом. Именно вот на инфраструктурный мониторинг. Дмитрий, вы на свои вопросы ответили. Спасибо большое. Александр, вы ответили письменно, может быть, вы какой-то вопрос еще хотели бы голосом прокомментировать? Там тоже к вам был ряд интересных вопросов. Может быть, что-то еще прокомментируете поверх. Я постарался ответить письменно, вот, соответственно, был вопрос, как это все дело, ну, как мы урегулируем вопросы совместимости лицензии всего со всем. Ну, это слишком долго. Я вот написал в почту, там, пишите мне в Телеграм, и мы расскажем, потому что это требует, ну, вовлечения, там, юристов, смотреть, вот, как эти лицензии, все продукты между собой бьются. Ну, то есть это, на эту тему можно делать отдельный семинар, потому что, в общем, эти вопросы задают на каждом выступлении, потому что сейчас это очевидная история, что взяли что-то опенсорсное, собрали и собрались продать. А можно ли? Вот мы этот вопрос, ну, простите, говорю общими словами, но приходите в колечку, тут расскажу конкретно. Это вопрос, на самом деле, про то, что как писать музыку, если нот всего семь.